Вы слушаете Радио России Ульяновска. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова ваш радиогид Александр Филатов и моя программа. В условиях карантина многие проводят свой досуг в интернете. Теперь здесь в режиме онлайн можно увидеть трансляции концертов, спектаклей, кинофильмов. Словом, культуре удалось быстро перестроиться под запросы лишенных живого общения, скучающих дома людей. И сегодня вечером я предлагаю вашему вниманию свою беседу с Ильей Дербиловым, главным дирижером и художественным руководителем Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». О планах и работе наших музыкантов в условиях самоизоляции. Мы с моим собеседником уверены, что именно музыка способна помочь людям в непростой жизненной ситуации дня сегодняшнего. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я благодарен за возможность, которая предоставлена мне, поприсутствовать в эфире. Что касается нашей работы на удалении, я считаю, что в настоящий момент, за исключением того, что нет возможности нам выступать, конечно, для нас это время очень важное, потому что я думаю, что для каждого человека, кто активно работает, активно действует, вот такие небольшие паузы и перерывы в основной деятельности, они очень полезны. Потому что мы все находимся в течение сезона в состоянии такого определенного цейпнота, когда друг за другом идут программы, когда буквально в три дня мы должны готовить какие-то серьезные концерты. А здесь у нас есть возможность просто окунуться в свой внутренний мир и просто изучить какие-то важные вещи, поработать над чем-то. Раньше это называлось, наверное, творческий отпуск даже. Именно творческий отпуск, да, но мы не озвучиваем такие слова, как творческий отпуск, потому что все артисты так или иначе, они действуют сейчас. Вот, допустим, мы обозначили круг программ, которые для нас, как мне кажется, еще не закончены, и вполне возможно, что у нас это случится. Это, во-первых, программа концерта 8 мая. Я очень надеюсь, что даже если не будет таких вот активных мероприятий на улице, то нам удастся сделать хорошую онлайн-трансляцию для того, чтобы просто наши слушатели понимали, что мы всегда вместе с ними. Мы продолжаем готовить в индивидуальном режиме программу закрытия сезона. Там должна прозвучать 7 симфония Бетховена, концерт Сибелиуса. И должен приехать к нам замечательный крепач московский Сергей Кравченко. Это профессор Московской консерватории. Ну, один из ведущих профессоров сейчас не только в России, но и в мире. Я надеюсь, что у нас будет возможность все-таки его исполнить. КОНЕЦ Но, невзирая на это, даже если смотреть объективно на всю картину, которая происходит, Вот первое, над чем мы работаем сейчас, что мы все-таки будем стараться осуществить онлайн-трансляцию красивой, нарядной программы, посвященной 9 мая. Вот это, наверное, самое главное для нас. Что касается тех концертов, которые у нас сейчас исчезли в связи с эпидемией. Это, во-первых, концерты фестиваля мира эпоха имена. И мы обозначили такую формулировку, что у нас фестиваль не закончен. Просто часть фестиваля с того момента, когда мы вынуждены были уйти на самоизоляцию, мы переносим на то время, когда все-таки все это закончится. Поэтому существуют ориентировочные даты переносов. Это и ансамбль Игоря Моисеева, и концерт группы «Вива». Это, вполне возможно, концерт, посвященный юбилею 150-летию со дня рождения Ленина. А там должна быть грандиозная программа с участием замечательного пианиста Вадима Руденко. То есть это все как бы гипотетически у нас не закончено. Другое дело, что сейчас мы со специалистами из концертного отдела заканчиваем составлением абонементов и Ульянского синхонического оркестра, и всего мем-центра в целом. На будущий год. Напомню, что летом мем-центр уходит на ремонт, и зал не будет функционировать минимум на протяжении года. Поэтому мы сейчас смотрим, какие площадки могут нас принять. Но была инициатива Сергея Ивановича Морозова, чтобы основную часть концертов мы перенесли в большой зал Дома правительства. Мы там один раз выступали. Зал с хорошей акустикой. Ее нужно немножко усовершенствовать, поскольку там каменный пол, там такие каменные стены отражающие. Но Сергей Иванович дал добро, чтобы мы придумали какие-то приспособления, которые бы немножко поглощали звук. Потому что это слишком большая реверберация. Но в целом ряд концертов, основная часть, она будет проходить именно в Доме правительства. Точно так же мы рассматриваем несколько концертов, таких больших, проектных, которые могут собирать большое количество слушателей. И это не обязательно классическая музыка. Мы рассматриваем площадки Дворца культур Губернаторский. И там тоже хороший зал. Да, там очень хороший зал, но вот такие, допустим, большие концерты, как концерт, посвященный Дню всех влюбленных, концерт, посвященный 8 марта, когда мы будем приглашать каких-то солистов. И программы они не будут полностью симфонические, серьезные. Они могут быть развлекательные, они могут быть какие-то выходящие за рамки классической музыки. Вот как раз мы рассматриваем эту площадку буквально на два концерта. Очень рассчитываем, что, может быть, на два вечера нам удастся выступить в Театре драмы, потому что там очень приличная акустика. И даже приоткрою завесу тайны, потому что мы не отказываемся от идеи исполнения оперы, потому что каждый год, каждый сезон у нас есть определенная установка. Дважды в год мы ставим оперу в концертном исполнении или полуконцертном исполнении. Ну вот два раза вряд ли получится, а вот один раз мы очень рассчитываем, что у нас вот получится. Мы уже связались с оперным режиссером Парина Бертен. Очень интересная женщина. Она занимается тем, что ставит как раз-таки оперы вот в таком полуконцертном исполнении. И у нее есть определенный набор солистов, причем это ведущие солисты. Но должен сказать, что в ее программах также принимает участие солистка сопрано, которая сейчас живет в Ульяновске. И мы достаточно часто выступаем сейчас с ней. Это Маргарита Долгоненкова. И вот мне бы очень хотелось, чтобы мы ее тоже задействовали вот в этих постановках. Поэтому посмотрим, как все будет развиваться. Мы очень рассчитываем, что в тех условиях, когда мы остаемся фактически без дома, нам удастся все-таки продолжить активную, насыщенную концертную деятельность. И репетиционную, что не мало. Репетиционную, безусловно. Причем мы Сергею Ивановичу так аккуратно намекнули, что работа симфонического оркестра, она выходит за рамки четырехчасовой репетиции. Потому что артистам нужно где-то разыгрываться, артистам нужно самостоятельно совершенствовать свои навыки. Но Сергей Иванович сказал, что работайте, это оркестр губернаторский, и я предоставляю вам наш зал для репетиций, для концертов. В том числе, фактически, он пускает нас к себе в дом. Вот туда, где работает правительство. Это очень важно, это очень приятно. Что касается того, чего мы потеряли, конечно, очень обидно и очень грустно. Потому что мало того, что концертные программы у нас пропали, все, о которых я говорил, очень важны, у нас фактически отменилось двое гастролей. Первые гастроли, они должны были быть в Тамбов, но это фестиваль очень высокого уровня. Известно, что в Тамбове находится имение Рахманинова Ивановка, в котором он написал огромное количество своих выдающихся сочинений, и с которым была связана его жизнь на протяжении очень долгого периода. И в Тамбове уже достаточно много лет проходит фестиваль имени Рахманинова, художественным руководителем, которым является Николай Львович Луганский, известный ионист, который приезжал к нам. И он пригласил нас для того, чтобы 5 апреля мы выступили вместе с ним на сцене театра драмы в Тамбове. Мы должны были играть третий концерт Рахманинова, первый концерт Шопена. И мы разговаривали с Николаем Львовичем, и он говорит о том, что концерт не отменяется, концерт переносится. И это для нас очень важно. Вторая для нас такая очень существенная потеря – это гастроли, которые должны были проходить в Японии. В преддверии Олимпиады японские города проводят большие фестивали. В частности, в городе Фухуяма, это недалеко от Осаки, там должен был проходить фестиваль, который называется «Фухуяма. Город цветов». Там находится какой-то огромный ботанический сад, парк, где выращивают огромное количество различных цветов. И каждый год там происходит вот этот фестиваль классической музыки. Причем мы там должны были давать 7 концертов. Играть на открытии, играть на закрытии, играть в рамках фестиваля в различных концертных залах, в высших учебных заведениях. Фактически оркестр должен был быть главным действующим лицом этого фестиваля, потому что там очень серьезные программы, очень серьезные солисты. И я должен сказать, что на тот момент, когда у нас был объявлен режим самоизоляции, японцы все равно не оставляли идею нашего выезда туда. И мы писали, что у нас в стране уже отменяются рейсы, мы не можем выезжать за пределы нашего региона. Они нам отвечали, что вы знаете, это небольшая проблема, мы постараемся ее каким-то образом решить. В Японии вам ничего не будете загрожать до последнего момента. Надеялись. Да, они надеялись. Но надо заметить, что 7 апреля и у них ввели карантин. Все вот так закончилось. Но я очень надеюсь, что это все-таки будет перенесено и контакты наши продлятся. Это очень для нас важно, потому что Япония это одна из тех стран, которые очень избирательно относятся к тем коллективам, которых она приглашает. Для нас вот это приглашение, оно было очень важно, потому что оно исходило от серьезного менеджерского агентства. Была дана такая замечательная возможность туда съездить. Ну, бог даст, все случится. В то время оно на многом поставило крест, и сейчас приходится многое начинать сначала. Япония для нас в данном случае была очень такой важной ступенью, потому что оркестр должен ездить. Посмотрим, как это все будет развиваться, как будет вообще все происходить в стране и в мире. Одним из основных событий года, кроме фестиваля «Мир эпох и имена», музыкальных событий, я имею в виду, должно было быть празднование, юбилея, победы в Великой Отечественной войне. И оно таким и будет онлайн, неважно. Тем не менее, какую программу вы приготовили к этой дате? В связи с тем, что все-таки существует определенное ограничение на одновременное нахождение внутри одного пространства не свыше 50 человек, то мы сейчас, безусловно, корректируем программу, потому что если мы уходим в онлайн пространство, то это немножко другое. Могу сказать, что у нас фактически была сформирована программа для участия на большой сцене под открытым небом. Это должны были быть такие сочинения, как фрагмент Ленинградской симфонии Шостаковича, сцена «Нашествие», «Ледовое побоище» Прокофьева из кантата «Александр Невский», потом «Славянский марш», военные песни и какие-то песни не военные, но на военную тематику композиторов классического направления. «Александр Невский» Моё мнение состоит в том, что мы, как коллектив классического направления, мы должны объединять в своих выступлениях и музыку классическую, даже в таких вот программах. В своих программах мы не просто, как я считаю, должны исполнять песни военных лет, а это должны быть и произведения классических композиторов, но приближенные к этой теме. То есть программа была очень яркая, очень насыщенная, но сейчас в нынешних условиях мы её переделываем, и мне кажется, что это вполне может быть такая, знаете, литературно-музыкальная композиция, потому что у нас был уже опыт замечательной нашей актрисы, Клоин Иванович Шостаков, ушедшей от нас, да. Это была тоже литературно-музыкальная композиция, посвященная блокаде Ленинграда. Но здесь вот вчера приступил к созданию новой программы, где будут звучать и произведения классиков, где будут звучать тот же самый фрагмент Ленинградской симфонии Шостаковича, где будут звучать какие-то произведения в исполнении брас-ансамблей, то есть ансамблей медных духовых инструментов. Такая программа, которая позволит в условиях одновременного нахождения на сцене 50 человек дать какое-то разнообразие. Ну, я надеюсь, что это будет красиво и нарядно. КОНЕЦ Мы продолжаем нашу программу «Поговорим о музыке». Я, Александр Филатов, беседую с руководителем Ульяновского симфонического оркестра Ильёй Дербиловым. Тема актуальная. Музыка в условиях всемирного карантина. Сейчас в мире доминирующей темой является коронавирус, и многие музыканты, конечно же, откликнулись. Очень многие оркестры мировые в разных странах проводят онлайн-трансляции. А вот нет желания какой-то сделать концерт на тему дня, что называется. Да, потому что есть же произведения, есть от Кьюи, первое время чумы, до города чумы, симфонии Журбина, например. Дело все в том, что сейчас онлайн-трансляции не проводит никто. Все, что выходит в онлайн-пространство в качестве онлайн-трансляции, это все то, что записано за предыдущие годы. У нас, как только возникла опасность, что будет запрет концертов, эти онлайн-трансляции, которые мы проводили, там было четыре профессиональных камеры. Режиссер, который вел трансляцию, но в качестве режиссера это был наш второй дирижер Денис Шашкаров, который говорил операторам, на кого сейчас нужно перевести камеру, кто будет сейчас исполнять соло в оркестре или наиболее важные какие-то эпизоды. И когда зашла речь о создании онлайн-трансляций, я подумал, все оркестры сейчас будут именно делать онлайн-трансляции, а потом запретили это, то есть запретили вообще передвижение по городу, и это произошло везде, по всей стране, и в московской филармонии, и везде. И когда вот зашла речь об онлайн-марафоне, я предложил идею создания, вот посвящения онлайн-марафона творчеству в 150-летие, в сотня рождения Бетховена. Потому что этого не делал никто. Состав бетховенский, он как раз позволяет, вот не превышает на сцене вот это вот количество 50 человек. И мы сначала запустили первую симфонию и вертюра Леонора номер 3, затем мы исполнили вторую симфонию. А я хотел, чтобы мы пошли вот от начала до конца, и я очень рассчитывал, что мы исполним уже 8 симфоний, все закончится, мы пригласим хоровую капеллу и сыграем девятую симфонию уже для всех, уже в полном зале. К сожалению, наши планы сейчас, они немножко расстроились. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Это даже главный для сегодняшнего нашего интервью. Почему? Потому что как только мы начали делать онлайн-трансляции, только было негативных комментариев. Вы знаете, я порядка двух дней, наверное, за этим наблюдал, а потом я вынужден был ответить. И я говорил о том, что музыка, она именно всегда сопровождала человека. Она сопровождает человека во время его рождения, во время его жизни, во время войны. Ведь никто же не говорит о том, что плохо было, что фронтовые бригады ведущих концертных организаций выезжали на передовую, играли в госпиталях, повышали бойцовский дух. И в этот момент и артисты, бойцы и жители, которые находились и в эвакуации, и далеко от своих домов, они понимали, что жизнь продолжается, и у них всегда была вот эта вера в светлое будущее. Еще достаточно вспомнить блокадный метроном, который во время блокады Ленинграда, в тот момент, когда не было радиопередач, этот метроном, он продолжал работать и говорил о том, что город жив. И я считаю, что наши концерты, их обязательно нужно возобновлять, обязательно нужно нам возвращаться в наше пространство, потому что это позволит в тот момент, когда в мире происходит огромное количество таких негативных событий, которые повлекут за собой, безусловно, очень плачевные последствия, мы должны быть с нашим слушателем. Безусловно, мы должны максимально ограждать себя и, не дай бог, там не заболеть, но я считаю, что наши слушатели, они должны знать, что мы с ними и что мы играем для них. Ни много ни мало, первая онлайн-трансляция, она собрала 23 тысячи просмотров, можете себе представить? Причем просмотры были из 8 стран мира. Это была и Канада, это был Израиль, были различные регионы нашей страны, от Калининграда до Камчатки, грубо говоря. Вторая наша трансляция, она собрала свыше 20 тысяч просмотров. Возможно ли хоть на одном концерте собрать в нашем зале больше 1300 слушателей? Конечно же нет. Были отзывы очень такие радостные, очень благодарные. Поэтому я считаю, что мы должны возобновлять нашу работу, я считаю, что мы должны брать на себя ответственность, выходить опять в информационное поле и заявить о том, что жизнь в Ульяновске продолжается и мы все вместе. Вы профессионал. Я понимаю, я сейчас задам вопрос несколько дилетанский. В этот сложный период специфический, какую музыку вы, как человек, хорошо ее знающий, историю и наименование, и жанры, какую музыку вы бы посоветовали слушать людям? Вы знаете, я бы посоветовал слушать музыку хорошую. Мне кажется, что для наших слушателей, которые, может быть, не очень владеют информацией, кто из композиторов, я считаю, что русской душе, русскому человеку ближе всего, наверное, творчества таких композиторов, как Чайковский и Рахманинов. Вот что касается Чайковского, после Чайковского будет немножко перейти проще к прослушиванию западной музыки, потому что он все-таки работал с русским материалом, в русском характере, с европейским таким подходом. Что касается Рахманинова, но его произведение – это просто ярчайшее отражение русской мятежной, метующейся, но очень сильной души. Поэтому я думаю, что касается русских композиторов, это, конечно, Рахманинов, это, конечно, Чайковский, это касается и опер, это касается и симфоний. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»